Сегодня без автомобиля мало кто обходится. В семьях имеется несколько машин. Что уж говорить о предприятиях. Без них никак. И, конечно, каждому хочется приобрести машину в хорошем состоянии и как можно дешевле. Не всегда сочетаются эти два определения. Иногда сюда вплетаются и не совсем легальные дела. Выявление и пресечение незаконных схем, минимизация налоговых обязательств, зона ответственности налоговых органов. В Бресте камеральная проверка частного предприятия выявила вот такую незаконную схему. Предприятие приобрело в лизинге новый дорогостоящий легковой автомобиль. Лизинговые платежи отнесены на затраты и тем самым уменьшена налоговая база для исчисления налога на прибыль. Затем легковой автомобиль по остаточной стоимости условной 360 рублей был продан близкому родственнику директора предприятия, то есть по цене ниже цены приобретения в 114 раз. Через 4 дня с момента приобретения покупатель перепродал данный автомобиль по рыночной стоимости свыше 26 тысяч рублей. Действия налоговых инспекторов достаточно просты. Инспекцией в адрес данного субъекта хозяйствования направлено уведомление с предложением в добровольном порядке устранить выявленные нарушения и исчислить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость от цены последующей реализации автомобиля. Можно ли в данном случае избежать ответственности и как это сделать? Можно. Алгоритм действий достаточно прост. Плательщикам добровольно уплачено налогов в сумме свыше 11 тысяч рублей. Адмистративная ответственность в данном случае не применялась, так как предприятие добровольно устранило все выявленные нарушения и уплатило в бюджет причитающие налоги. Помните, продажа авто по заниженной цене может иметь налоговые последствия, так что лучше не рисковать.